История опытного хозяйства Практически неразрывно связана с историей науки С историей опорного пункта сначала Потом станции, потом института, потом опять станции И опытное хозяйство создавалось на базе науки Для того, чтобы именно с помощью наших рук, техники Мы могли осуществлять проведение опытов Проведение различных агротехнических мероприятий Которые имеют специфику для юго-степной зоны Украины Революционным моментом, можно сказать, что в начале 70-х годов Это было внедрение или, наверное, будет правильнее сказать Открытие орошения с помощью трубки Так называемое капельное орошение Которое кардинально изменило ситуацию Именно максимально уменьшив до 10 раз Использование поливной воды на единицу площади И максимально сделал это эффективным Особенно это актуально стало последние 10-15 лет Когда, скажем так, все субъекты хозяйственной деятельности Которым относится и наше предприятие научно-производственное Они на полном хозяйственном расчете То есть мы должны заранее просчитывать все свои затраты И стараться как можно лучше срабатывать Чтобы получать наиболее высокую прибыль И производство наше было эффективным Поэтому наша зона является зоной неустойчивого увлажнения И до подведения растительного канала С Днепровской водой Которое тоже произошло в 80-х годах Мы пользовались огромным количеством Это было около 40 или даже 50 артезианских скважин Которые были пробурены на территории нашего хозяйства К сожалению, вода была несколько солоноватой Но, тем не менее, первые серьезные урожаи Которые получило наше хозяйство в 70-е годы Именно были за счет использования этой артезианской воды Потому что мы получали до 12 тысяч тонн яблок Сейчас бы, конечно, нам Это наша, будем говорить, заветная мечта Хотя бы приблизиться к этим объемам Но в те годы, наверное, порядка 10 лет Такие урожаи были От 8 до 12 тысяч тонн И получали более 1000 тонн черешни Мы на сегодняшний день в опытном хозяйстве Имеем примерно около 600 гектаров многолетних насаждений Из которых примерно около 300 гектаров Это черешня Черешня, конечно, это порода Которая очень хорошо себя чувствует Именно в нашей зоне Особенно на песчаных и субпесчаных грунтах Поэтому у нас Большая ее часть сосредоточена в городе Мелитополе На наших землях Где именно песчаная почва И под ней погребенные на глубине метр черноземы И это уникальное стечение обстоятельств Позволяет деревьям активно плодоносить На протяжении 70 и более лет Есть еще экземпляры деревьев Посаженные в 37 году Которые активно плодоносят А очень много 57, 60-х годов, 70-х годов И наполняемость нашей корзины То, что мы предлагаем населению Украины Сейчас Это в первую очередь, конечно, черешня Сейчас мы ее выращиваем Примерно, конечно, около 700 тонн В лучшие годы 700-600 Это яблоки Свежие яблоки Урожаи колеблются от 1,5-2 тысяч тонн До 5 тысяч тонн И в меньшей степени Персик, абрикос И плодовые саженцы Плодовые саженцы мы выращиваем На протяжении всей своей истории Сейчас этот объем Где-то колеблется Около 200 тысяч саженцев ежегодно Он поднимался до 400-500 тысяч В свое время Но мы нашли свой оптимум Потому что наши саженцы Все-таки они такого, скажем Бюджетного характера Мы не делаем двухлетки Кранированные Как делают сейчас некоторые хозяйства Или фермеры Мы работаем с таким простой однолеткой Но имеем устойчивый спрос И самое главное Что за счет своего производства Мы возобновляем свои новые насаждения То есть за счет своего посадочного материала Основное Основное наше Как бы сейчас Направление Это то, что То, что неуклонно Выполнялось Нашими предками Нашими предшественниками Что 50% Насаждений Плодовых В хозяйстве Должны быть молодыми Это есть такой садоводческий закон К сожалению В 90-е годы В начале 2000-х У нас были определенные сбои Потому что, конечно Климат меняется Климат И в те годы Когда по каким-то причинам Погодным условиям Зимним Низким температурам Мы были без черешни Это очень сильно нас Как бы отбрасывало Но Как бы Какие бы объективные причины Бы не приводились Вот эту тенденцию Обновляемость Насаждений Ее нужно выдерживать Не при каких Обстоятельствах Поэтому В последние годы Мы За последние два года Мы заложили примерно Около 80 гектар Новых садов На капельном орошении В первую очередь Это яблоня Основные сорта Которые пользуются Сейчас На Украине И в ближнем зарубежье Это Ренет Семиренко И Golden Delicious И мы на них Тоже делаем упор Просто В сравнении Там с 20-30 годами Ранее Увеличивается Плотность насаждений И она доводится До 3000 Деревьев На гектаре Опять-таки Только на Капельном орошении Потому что Без орошения Бесперспективно Вообще Выращивать любые сады Не только яблоневые Но и черешневые И любые другие Вот И Второй момент Который Ну как бы Тоже необходимо Проводить в жизнь Принимать на вооружение Это конечно Условия Хранения продукции В первую очередь Яблок Потому что Ну Технологии И Сами хранилища Давно Шагнули вперед И Существует И регулируемая Газовая среда И обработка Различными Препаратами Позволяющими Притормозить Созревание Плодов Вот Вот за этим Будущее Но Как бы В первую очередь Мы Рассчитываем Только на то Что У нас Сохранен Несмотря на Вот эти вот Невзгоды По Каким-то Климатическим Проблемам Каким-то Может быть Организационным Небольшим Но сохранен Кадровый потенциал Кадровый потенциал Наш Это наши люди Это наши рабочие Специалисты Сейчас у нас Их Порядка 150 человек То Собственно На ком Держится У нас Хозяйство Садоводство Наше И Ну Я считаю Что У нас Есть все Основания Надеяться Что Ну Наш труд Именно на Восстановление Объемов Новых Насаждений И на Ужесточение Технологической Дисциплины Финансовой Дисциплины Он должен Принести Нам Ожидаемый Результат Который Позволит Нам Быть более Устойчивыми В финансовом Положении И Даже Возможные Любые Какие-то Там Форс-мажорные Погодные Условия По какой-то Одной Или Или Нескольким Культурам Не Дадут Нам Ну Скажем Пошатнуться И Потерять Темп Потому Что Вот Опыт Последних Десяти Лет Показал Что Именно Ну Скажем Так Нацеленность На Увеличение Объемов Молодых Насаждений На Повышение Эффективности Реализации За счет Использования Активного Использования Сетей Торговых Мы Активно Работаем По яблокам С крупными Торговыми Сетями И Это нам Принесло Ну Примерно 20-30% Надбавку К объему Реализации Потому Что На сегодняшний День Именно Торговые Сети Могут Быстро Быстро Продать Очень большое Количество Свежих Яблок И По цене Которая Значительно Выше Чем предлагают Мелкие Оптовики Вот Но Я говорю Это первоочередное А все-таки Более существенно Это Наращивание Потенциала Финансового Для того Чтобы можно было Вкладывать в развитие И капитально Перестраивать Наше хранилище Чтобы можно было Яблоки Хранить Не до января Как мы это обычно Сейчас делаем А хранить до мая Апреля И Тогда цена Еще Значительно Выше И Мы четко Убедились Что Украинский Потребитель Он Абсолютно Четко Определяет Или отделяет Украинскую Продукцию Которая Наиболее Высококачественная Вкусная От Импортной В особенности От польской И другой И В общем-то Это нас радует Это вселяет В нас надежду И Я думаю Что Ну как бы Есть Определенный Такой Позитивный Потенциал На работу